Ом, друзья! Мы поговорим с вами о таком термине, как «сутра». Большинство людей, которые сталкиваются с темой духовного развития, скорее всего, не раз слышали это слово. Например, сутра Лотоса Благового Закона, Кама Сутра, Брахма Сутра, Йога Сутра Патанджали и многие другие. Для большинства сутра ассоциируется с буддистскими, либо с ведическими писаниями. Например, как Коран в мусульманстве или как Библия в христианстве. Но почему же тогда в ведической культуре некоторые писания называются сутрами, а некоторые нет? Давайте разберемся в этом вопросе. Начнем с того, как переводится сутра. С санскрита сутра переводится как веревка или нить. Есть такая теория, что в древности, когда записывались буддистские тексты, их записывали на пальмовых листах и сшивали одной ниткой. И оттуда пошло понятие уже сутра. Но на самом деле многие ученые утверждают, что понятие сутра как некое законченное произведение встречалось гораздо раньше, чем был записан буддистский канон. Поэтому сутра – это скорее не физическая нить, это скорее тематическая нить текста, написанного особым образом. Этот текст обязательно писался образно, афористично и емко. Текст сутр часто подразумевает под собой наличие комментариев, потому что без комментариев этот текст понять достаточно сложно. Комментарии к сутрам раскрывают сутру на разных уровнях, начиная с разъяснения терминов, заканчивая разъяснением высказываний, которые были приведены, и приведением каких-то иллюстрирующих примеров. Вообще, есть такое известное изречение, что составитель сутр, найдя способ хотя бы на один слог сократить сутру, радуется не меньше, чем рождению сына. Почему так происходило? Потому что предполагалось, что сутры будут изучаться людьми не только в плане чтения, а человек, который приступает к своему какому-то духовному развитию, он должен выучить сутры наизусть. Поэтому сутра — это как определенная нить, на которой наверстываются или накладываются более глубинные свои восприятия. В монастырях и ашрамах предполагалась следующая практика. Человек, который хотел изучать сутры, сначала учил их наизусть. Только в последующем гуру давал разъяснение. Почему так делалось? Во-первых, потому что человек, приходя из социума, имеет свои установки, свои какие-то вещи, которые находятся в его подсознании. Для того, чтобы человек смог поменяться изнутри, он должен внести какое-то знание себе, по сути, в подсознание. Каким образом это делалось? Это происходит, если человек что-то повторяет много раз или на чем-то постоянно концентрироваться. Для того, чтобы что-то выучить наизусть, нам придется на этом сконцентрироваться. И достаточно глубоко сконцентрироваться, если у вас, конечно, нет каких-то уникальных способностей. Поэтому человек, выучивая тексты священных писаний наизусть, в том числе сутры, он готовил к себя к восприятию более сложных вещей. Учителя в последующем уже сопровождали чтение сутры своими комментариями, примерами. И этот рассказ уже ученик воспроизводил в форме свободного пересказа, опираясь на текст сутры, как на путеводную нить. Без комментариев сутры бывает достаточно сложно понять. Вот не то чтобы понять, а именно интерпретировать можно по-разному. Прекрасный пример есть, как йога-сутра Патанджали. Прекрасная книга «Йога-сутра Патанджали». На ней основаны сейчас очень многие школы йоги. Практически вся современная школа йога, которая у нас и на Западе представлена, в том числе, она основана на этих сутрах. Сами по себе сутры совсем небольшие, занимают по объему несколько страниц. Но если посмотрите, книжка достаточно увесистая. Почему? Потому что идут комментарии. И в каждой страфе много комментариев. Комментарии к йога-сутрам представлены различными учителями, конкретно в этой книге БКС Айенгара. Но не суть важна. Именно маленькие сутра расшифровываются иногда несколькими томами. Вот таким образом происходило обучение. Сутра – это нечто образное, нечто афористичное, нечто краткое, объемное. Здесь сутры, каждое слово, учитель старался внести как можно больше смысла для того, чтобы это стало черновиком для саморазвития следующих и следующих поколений. Сутры – это, по сути, притчи во многом. Либо краткие, афористичные изречения, которые помогают нам каждый раз находить новый смысл. Вообще, не обязательно читать все сутры, и все сутры эти знать наизусть. Для духовного развития кому-то, возможно, будет достаточно всего лишь одной книги. И каждый раз, перечитывая строки, мы будем находить, что глубокий смысл скрыт в каждом слове, в каждом слоге. И этот смысл нам раскрывается уже в зависимости от нашего жизненного опыта, от той ситуации, в которой мы находимся в данный момент. Мудрость, которая кроется между строк, будет раскрываться в зависимости от нашего жизненного опыта, в зависимости от нашего миропонимания. И на самом деле, изучение сутр доступно не только монахам или людям, которые себя полностью посвятили духовному развитию. Чтение сутр и их понимание вполне подойдет как практика любому социальному человеку. Тем более, эта практика достаточно доступна и интересная. Если вы выберете книгу, которая вам откликается и будете ее начитывать, возможно, даже выучите наизусть, это позволит менять ваш внутренний мир. Это позволит вам перенастраиваться на какие-то более высокие вещи. Сутры именно как сжатая, максимально сомкнутая мудрость, текст, который максимально насыщен мудростью, он будет помогать вам искать ключи ситуаций, которые, конечно, у каждого человека возникают, когда нужен какой-то ответ, как поступить правильно, что будет хорошо, что будет плохо. И вот эти вещи, которые вы прочитали или выучили в сутре, они будут из вашего подсознания выходить, и вы будете вспоминать, о, а в этой книге, в этой древней мудрости сказано то-то, наверное, лучше поступить таким-то образом. И это будет гораздо позитивнее, если из вашего подсознания все-таки будут какие-то картинки вылетать из развлекательных сериалов или фильмов. Поверьте, в сутрах мудрости жизненной гораздо больше. Несмотря на кажущуюся сложность, поверьте, когда вы углубитесь немножко в вопрос, поймете, что все доступно и все очень интересно. Друзья, так что изучайте термины на санскрите, читайте сутры. Это будет помогать вам двигаться по пути духовного развития. Ом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok